Продолжение следует... Это страх, в котором хочется быть. Достаточно непростая тема. Я когда начал рассуждать о ней, с Господом молиться, она большая оказалась для меня. Но очень постараюсь передать все то, что Господь верил мне для того, чтобы сегодня поделиться. Я хотел бы прежде помолиться с вами вместе, чтобы двинуться по Слову Божьему. Отец Небесный, я молюсь Тебе и прошу Тебя о том, чтобы Ты помог, Господи, услышать от Тебя истину, которая дает свободу. Свободу от страха. Во имя Иисуса Христа прошу Тебя. Боже, благослови Дух Святой. Молюсь Тебе, открой каждому, Отец Небесный, все то, с чем мы, Господи, сталкиваемся. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Друзья, людям, нам с вами, в принципе, знакомо чувство страха, правда? Мы, надо признать, что мы рождаемся с ним. То есть маленький ребенок, когда рождается, он уже понимает и боится остаться, например, один в толпе людей незнакомых. Или, например, потерять маму, или, в принципе, столкнуться с каким-то незнакомым человеком. И, как правило, когда все-таки это происходит, что делает? Ребенок плачет. Знаете, у меня удивительная есть история. У нас есть друзья, и когда у них родилась первая дочь, когда я приходил к ним, ну, мы приходили к ним в гости, их дочь, просто видя меня, начинала просто плакать. Это было не один раз, а было несколько раз. И, слава Богу, что время проходит, она сейчас не плачет, знаете. Но я понимаю, наверное, по всей видимости, как какую-то угрозу она, наверное, видела во мне. Слава Богу, что все прошло, все нормально. И нередко страх очень помогает нам, правда? Например, как инстинкт самосохранения. Он помогает нам, чтобы мы не сделали каких-то необдуманных поступков. Он помогает нам не упасть с высоты или выйти на дорогу, которая полна машин, чтобы нас не сбили. И иногда, знаете, христиане шутят. Господь же сказал, что он заповедует ангелам своим, да не притнется ногами, а камень нога наша. Но также Бог сказал, не искушайте Господа Бога своего. Бывает так, что мы с вами испытываем страх, который не связан с инстинктом самосохранения, а связан с тем, что мы чувствуем неуверенность внутри в принятии какого-либо решения. Это может быть абсолютно хоть где, на работе, в семье, в служении. Или, например, страшно взять ответственность за что-либо. И, по большому счету, нам не нравится это. Есть же... Все же, наверное, не нравятся. То есть ты боишься, например, потерять финансы. Или власть, которая, например, у тебя есть какая-то. Или, может быть, имущество какое-то. И нам страшно от этого всего. Один из примеров, который я хотел бы предложить еще, это делиться своей верой. Страшно же, да, бывает порой? Ну, не знаю, я не буду просить поднимать руки, вот, чтобы мы как-то не выдавали себя. Но я могу сказать о себе, что когда ты внутреннее побуждение получаешь от Господа поделиться и рассказать человеку, незнакомому, может быть, знакомому, малознакомому, о том, что есть тот, кто очень сильно тебя любит. И в то же самое время внутри меня есть, знаете, такое же, в противовес побуждение, а как он отреагирует? А может, оно ему не надо? А может быть, а что скажут окружающие люди? Знаете, есть хорошее в этом. Знаете, что? Был смельчак, который тебе и мне проповедовал. Правда? Слава Богу за него. Я хочу вас ободрить, чтобы мы делились своей верой. И дальше, если продолжать, то в наши дни мы, как люди, понимаем, что страшно становится за завтрашний день. Ну, что я имею в виду? Потому что мы не знаем, что будет дальше. Пандемия. Слов-то таких не знали полтора-два года назад, правда? Ну, по крайней мере, я. И мы понимаем, что мы не знаем, что будет завтра. Третья волна начинается, вакцинация, кто-то говорит, чипирование. Всяких разных мнений достаточно для того, чтобы убояться. По большому счету мы боимся за свою жизнь. То есть это нормально, когда мы переживаем какие-то вещи. Но есть нездоровый страх, человеческий нездоровый страх. Знаете, моя мама проходит определенный путь с онкологией, и по факту я не знаю, что будет дальше. Вот я не знаю. Я глубоко убежден, что Бог, я молюсь, и я знаю, что многие из вас молитесь о моей маме, а Бог позволит нам пройти это время. И более всего я, конечно же, молюсь о том, чтобы моя мама была спасена. Ну, и не только, конечно, мама. Но то, что нам не нравится, оно связано с тем, что по факту страх происходит от неизвестности. Ну, правда же? То есть от неспособности контролировать что-то завтра, послезавтра. То есть я не способен что-то контролировать. От этого мне страшно становится. Если дать определение страху, то страх – это внутреннее состояние, обусловленное грозящим реальным или предполагаемым бедствием. Продолжив дальше, я хотел бы предложить нам рассмотреть все-таки через Священное Писание, потому что у нас есть основания, правда? Итак, исход, первая глава, с 8 по 10 стих. «И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа, и сказал народу своему, «Вот народ сынов Израилевых многочислен и сильнее нас. Перехитрим же его, чтобы он не размножался, иначе когда случится война, соединится он с нашим неприятелем, и вооружится против нас, и выйдет из земли нашей». Очень очевидный, правда, человеческий страх. Страх потерять что-то свое. В данном случае власть у этого царя. И как часто на самом деле люди, боясь потерять работу, прибегают к неправильным методам. Наговаривают на кого-то, чтобы только не ты потерял работу, если там сокращение какое-то или еще что-то. Выслуживаются перед начальником. Также достаточно нередко есть страх перед потерей близкого человека. И тогда человек начинает сдвигать границы. Позволять ему что-то, чтобы он только остался. Чтобы ему было только что-то хорошо. И это мы можем видеть и наблюдать с нашими детьми. Ну, например, если по каким-то причинам у тебя были только пластмассовые игрушки, а ты хочешь, чтобы у твоего ребенка были не только пластмассовые, а еще и мягкие, ты позволяешь ему что-то делать, и это больше. Пускай не заправит кровать, но если дерзит, ну ничего страшного, он же ребенок. Пускай не убирается дома, когда вырастет, но убирается еще. А потом мы наблюдаем о том, что ему 40 лет, а он все мечтает, кем он встанет, когда вырастет. Вот это вот правда на самом деле трагично. Из-за страха мы начинаем подозревать, не доверять, потому что нам страшно. Мы начинаем разговаривать внутри себя. Так, он скажет мне вот так, а я вот ему скажу вот так. Если он мне ответит так, я тогда вот так. Как вот этот царь, правда? Вот еще же ничего не случилось у него. Он не знал, написано, он не знал Иосифа, и он, я еще раз зачитаю, и восстал новый царь в Египте и сказал народу сынов, вот народ сынов Израилев многочислен и сильнее нас. Хорошо, ладно, как-то оценил он это, да? Перехитрим же его, чтобы не размножался. Иначе, когда случится война, соединиться он с нашим, ничего не произошло. Ничего абсолютно. У него уже трагедия, у него уже бунт, заговор и смена власти. Могу лишь только, наверное, сказать о том, что бы мы с вами не додумывались за людей, а лучше спрашивали и уточняли какие-то вещи. На основании человеческого страха приходит ложь. Она очень хорошо ложится на него, потому что ты боишься что-то потерять свое. Страх тут, страх здесь. Мы, в принципе, со страхом встречаемся в своей жизни. И до этого я говорил о человеческом страхе. Интересно, что в противовес человеческому страху, с которым мы рождаемся, есть в Писании страх Божий, и он другой. Есть огромная разница между человеческим страхом и страхом Божьим. Я хочу вам сказать о том, что как только я уверовал, я слышал выражение страх Божий. И в моем понимании это было следующим образом. Я боюсь Бога, потому что Он меня накажет. То есть я не делаю что-то, что мне нельзя, и от этого я боюсь Его. Я просто дрожу. То есть меня всего сковывает. Ну, потому что я по-другому не понимаю уже, что такое страх. Но слава Богу за Господа, потому что Он дает и открывает основание своего страха. И самое начало лишь только, интересно, Священное Писание нам говорит, что начало мудрости страх Господень. Притча, 1 глава, 7 стих. Начало мудрости. Только лишь, всего лишь начало. Знаете, это не от прожитых лет на этой земле, это не от седых волос, что мы мудры становимся, а Священное Писание говорит, от страха Божьего. И если бы меня спросили, что для тебя начало мудрости, что для тебя только начало самого, я понимаю, это полностью, когда ты полностью понимаешь, что твоя жизнь, как бы она ни поворачивалась, она полностью под контролем Бога. Это все твои сферы, все сферы твоей жизни. Это дети, это финансы, это работа, это карьера. Хоть что, это полностью. Ты полагаешься на Него. Это каждый раз ты полагаешься на Господа. И в чем же страх проявляется и какое у него основание, у страха Божьего? Знаете, основание страха Божьего – это любовь, Его совершенная любовь. Иисус, как никто другой бы мог бы забояться, Он знал, что Ему предстоит пройти для того, чтобы тебя и меня искупить. Но Его совершенная любовь, она просто пошла на этот крест. Бог отдает Сына Своего, и мы пытаемся понять, пережить, мы пытаемся как-то осознать Его любовь Божью. Она просто увлекает нас, только наполнившись любовью Божьей. Мы можем не бояться потерять здесь, на этой земле, что-то свое, земное, для того, чтобы потом приобрести все-таки небесное. И могу сказать лишь о том, что, ну, еще раз напомнить, скажу о том, что со страхом человеческим мы рождаемся. А страх Божий, он приобретается нашим ежедневным выбором. Ведь никто же, скорее всего, наверное, из вас, я точно, не знал, что такое страх Божий. Еще раз, только страх человеческий, потерять что-то свое, что тебе будет больно, или внутренние какие-то вещи. Страх Божий, что это? Я не рождался с ним. Но когда в пути я осознаю, осознаю, что Бог от меня что-то ожидает, я понимаю, что страх Божий это потерять отношение с Ним. Это не потерять что-то свое. Это не боязнь что-то своего потери. Это боязнь сделать неправильное пред Богом. Это согрешить, промахнуться, пропустить, выбрать не то, что хочет Бог. И в противовес этому есть желание выбрать свое. Это когда ты знаешь, куда тебя Бог направляет, а ты, ну как бы, вот, ну это не мне. Да ладно, что-то придумал. Это может быть кто-то другой сделает. Призыв слышишь со сцены здесь, с кафедры, а от Господа в тайной комнате, с лидера домашней группы. Это есть что-то, что ты внутри понимаешь, что Бог ожидает лично от тебя. И выбираешь свое, как бы упорствуешь. Или знаете, есть у нас, у христиан, слово такое. Оно не откликается. Ну как бы не откликается внутри. Я хочу вам сказать о том, что у повивальных бабушек, я хочу вам зачитать, продолжая исход 1, 15-17, царь египетский повелел повивальным бабкам евреанок, из коих одно имя шифра, а другой фуа, и сказал, когда вы будете повивать у евреанок, то наблюдайте при родах, если будет сын, то умиршляйте его, а если дочь, то пусть живет. Но повивальные бабки боялись Бога и не делали так, как говорил им царь египетский. И оставляли детей в живых. Представляете? Тут прям так и написано, они боялись Бога. Они боялись лишить жизни человека, который только родился. Они боялись Бога. И у них все откликалось. По факту им удобнее было бы по-человечески. Но им же ведь самый главный начальник, самый главный тот, кто по факту может лишить их премии, может уволить их, по большому счету лишить их жизни. Но они не делали так. У них все откликалось. Я хочу еще зачитать один стих. Это 21-й, в этой же главе. И так как повивальные бабки боялись Бога, то Он, говорится о Господе, устроял дома их. Кто хочет устройства в доме? Бойтесь Бога. Так Библия говорит. Бойтесь Бога. И, как я уже сказал, что у поевальных бабоков все откликалось, да? Я хотел бы привести дальше пример из своей собственной жизни, из нашей жизни с Оленькой. Однажды, несколько лет назад, Бог дал нам возможность приобрести квартиру здесь, в Новосибирске. почти центр города. И чудесным образом Он нам дает эту квартиру. Мы ее покупаем. И в тот же самый момент Бог приглашает нас переехать в другой город. Я очень постараюсь передать вам то, с чем мы столкнулись внутри. Господи, Ты даешь нам квартиру. Мы это видим. Ты же, Господи, нас зовешь переехать в другой город. Ну, я вам так скажу, что очередной раз, восьмой раз мы хотели переехать на тот момент за 8 лет жизни совместной, семейной. И как бы не состыковывается, понимаете? То есть ты, Бог, даешь здесь квартиру, а предлагаешь переехать в другой город. И, знаете, квартира такая хорошая, большая, чудесным образом дан нам Бог ее. По соседству, у пастор Евгений живет в одном подъезде. Ну, классно, правда? Я более вам скажу, в этой квартире, она такая вот нестандартная, в ванной есть окно. Ну, что я имею в виду? Не у кого нет, а у тебя есть. Мне она так нравилась, Оленьки мои, так нравилась эта квартира. Правда. Мы сделали ремонтик, классно все, а внутри Бог зовет нас в другой город. И мы не понимаем, зачем ты, Бог, дал нам квартиру и зовешь нас в другой город. Ну, как бы, по идее, что нужно? Боже, если ты все устрояешь, то ты нас позови в другой город, мы, аминь, и там дай нам квартиру. Нам она здесь. Зачем? Наверное, это не Бог. Наверное, мы что-то себе придумали. А внутри чувствование непонятно. Ну, вот мы хотим, Боже, тебе угодить. И где-то неделю мы прям боролись, мы молились, постились. Более того, я вам скажу, знаете, наши родственники, да и знакомые, друзья говорили, вам не сидится на месте? Ну, у вас же все есть. Вот квартира, вот служение, вот работа, все у вас, все устроено. Ну, кто вам не дает? Живите здесь. Ну, вы чего? Хорош уже. В общем, столкнулись мы с тем, что нам нужно сделать выбор. И мы сделали этот выбор в пользу Бога. Я никогда не променяю то, что сейчас имеем мы, живя в солнечном городе Бердске. Никогда не променяю. Потому что у нас есть прекрасная квартира с еще лучшим ремонтом, в отличном месторасположении. У нас есть ответственность ответственность пред Богом за церковь. Я очень сильно хотел бы передать вам ту борьбу внутреннюю, что происходило тогда, когда мы не знали, потому что сомнения, выбор. Но мы приняли решение с Оленькой так. Господи, если мы себе что-то надумали, и это не ты нас туда зовешь, но ты видишь, сердце наше, и мы хотим тебе угодить. Пожалуйста, если мы вот что делаем не так, ты поправь там, пожалуйста. Я глубоко убежден, что мотив сердца Бога видит. И это выбор, который я понимаю, что сделал ради Господа. Дальше, если рассуждать над этим, то, что основание человеческого страха может стать зависимость от мнения других. А что бы мне скажут? А что тебе скажут на работе, если ты не будешь, ну, как все, брать то, что лежит никому не нужное? А что тебе скажут соседи по огороду, если ты в воскресенье в церкви, а надо же поливать, а у тебя не растет, ну, как им кажется? Что скажут о тебе люди, твои соседи, когда ты каждое утро выходишь радостный, нарядный, куда вы идете? В церковь. Что скажут о тебе люди? Знаете, страх Божий основывается на желании угодить Богу. Когда самое главное, то, что Бог думает о тебе. И один из примеров, это апостол Павел, когда он говорит в первом послании к Олимпинам, 4 глава, 3 стиха, «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы, или как судят другие, люди?» Я и сам не сужу о себе. Знаешь, ты можешь быть себе высокого мнения, или, может быть, низкого, это не так важно. Не так важно, что думают о тебе люди, когда ты делаешь выбор в пользу Бога. Вообще не важно. В страхе Божьем, который приобретается в пути, в ежедневном твоем выборе, не так важно, что думают люди, важно, что думает Бог о тебе. И апостол Павел, как пример того, что он нарабатывал этот страх Божий, правда? Для меня, на самом деле, он действительно очень великий человек, и в этой теме я увидел, что страх Божий, в котором хочется быть, он не приходит одномоментно. Ты такой проснулся, и такой, о, в страхе Божьем, все, теперь тебе больше ничего не грозит, ты вот просто, вот все, у тебя защита стоит. Нет. Каждый день апостол Павел, когда его побивали камнями, выгоняли, он там спускался, когда, вы представьте только, 40 мужчин поклялись, не есть и не пить, пока не убьют его. По-человечески, ну, есть чего бояться, правда? 40 мужчин просто сговорились. Кстати, о них ничего не сказано в Писании, да? Сгуруда они умерли или нет? Видим только апостола Павла, там, движущегося по тому, как Бог его направляет, и все. И есть еще одна история про то, как боялся один муж Божий, причем масса таких историй. И однажды Бог попросил у Авраама принести единственного сына в жертву. Мы знаем эту историю. И вот, как описывается, Ботиет 22, 12. Сказал, говорится, ангел, да, обращаясь к Аврааму, не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога, и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня. Писание не описывает внутреннюю борьбу Авраама, когда Бог попросил его принести в жертву. Но Авраам четко, точно понимал, что все, что кладут на алтарь, оно умирает. И, знаете, очень сложно по-человечески оценить, описать, проанализировать то, что Бог просит сделать Авраама. И то, как Авраам просто берет и делает. Я могу лишь только сказать о том, что Бог остановил и Исаак, сын Авраама, он живой, все в порядке. Иногда, я вижу из Писания это, Бог просит нас сделать не то, что Он хотел бы, чтобы мы сделали, Он проверяет наше послушание. Насколько ты серьезен с Богом? Насколько ты серьезен сегодня с Богом? В доверии Ему. Интересно, что когда мы рассуждаем вообще в принципе о жизни Авраама, ведь в самом начале пути Бог приглашает его выйти из ура Халдейского, там, где у него все устроено, куда? Не знаю. Иди туда, не знаю куда, как в старых сказках, да, в русских, возьми то, не знаю что. И Он таки выходит, не боится. Для меня это как то, что в нашей жизни мы можем одерживать победы, а можем также и проигрывать. Возможно, у тебя сегодня есть какой-то вызов, и я глубоко убежден, что Он есть от Господа, чтобы оставить какую-то ценность, то, что предлагает мир. Но Бог вовлекает тебя, проверяя тебя, чтобы наш страх пред Ним, он был действительно накопительный, чтобы он был больше, лучше, становился сильнее, для того, чтобы нам побеждать страх человеческий. И тот же Авраам, тот же Авраам, когда мы с вами читаем 20 главу 11 стих, Авраам сказал, я подумал, что нет на месте всем страха Божия, убьют меня за жену мою. Он в пути с Богом шел, пришел в определенное место, ему сказали, что за жену твою, она красивая, так как ты муж, тебя убьют, чтобы забрать ее. И он говорит, она сестра моя. Знаете, не всегда было в победе Авраам. И так же ты и я, мы можем иногда проигрывать, но я глубоко убежден из Священного Писания, что страх Божий, только он может побеждать страх человеческий, когда ты полностью доверяешь то, что Бог контролирует все в твоей жизни, твоих детей, твоих внуков, твое здоровье, твои финансы. Даже когда что-то очень плохое происходит, Бог над всем. И я хотел бы предложить еще одну историю, еще один пример, и пример этот с Иосифом. Иосиф жил любимым сыном, одевал его папа самым лучшим образом, и мы знаем историю, когда братья его продают в рабство, в рабстве его заставляют работать, естественно, и потом оклеветали, посадили в тюрьму, у него было масса причин обидеться на Бога и на весь мир. Просто масса. Но мы знаем эту историю, и окончание ее следующее, что когда, я зачитаю, Бытие 50 глава с 15 стиха, и увидели братья Иосифа, что умер отец их, и сказали, что если Иосиф возненавидит нас и захочет отомстить нам за все зло, которое мы ему сделали, и послали они сказать Иосифу, отец свой, пред смертью своей, завещал, говоря, так скажи Иосифу, прости братьев твоих вину и грех их, так как они сделали тебе зло, и ныне прости вины рабов Бога, отца твоего, Иосиф плакал, когда ему говорили это. Вы только вдумайтесь, уже принятие произошло, уже Иосиф принял братьев, уже простил их, но как только братья увидели, что отец умирает, они додумывают снова, как тот царь, как Авраам подумал о том, что вот как, и они подсылают слуг сказать, как будто бы отец, когда перед смертью умирал, он подошел, скажи, чтобы ты простил таких, чтобы братьев. Иосиф плакал, когда слышал это. И сказал Иосиф, не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть. Слышишь, брат и сестра, может быть, ты сегодня видишь, что против тебя умышляется зло, как ты это видишь, но Бог силен сделать так, как в истории с Иосифом, обратить это все в добро. если ты будешь бояться Бога, Бог будет ступаться за тебя. Если ты будешь бояться Бога, ты будешь доверять Ему больше и побеждать человеческий страх, который ты сегодня, завтра, послезавтра мы встречаемся с Ним. Если ты будешь бояться Бога, ты будешь бояться потерять с Ним отношения. Когда ты выбираешь страх Божий Я хочу, чтобы Если кто-то записывает Вы записали это Когда ты выбираешь страх Божий Ты будешь бояться потерять отношения с Богом Отстаивая ценности Божьи И не будешь смещать границы Которые мир так сильно предлагает тебе ежедневно Эти смещения, компромиссы Как делал это Иосиф Как делал это Авраам И у тебя и у меня есть Великая привилегия Слышать Бога и выбирать Его Выбирать Божье Иосиф выбрал страх Божий Когда его продали Когда его обвинили Когда у него что-то даже уже наладилось Понимаете? Есть люди говорят Черная, белая полоса Ты вроде черную полосу прошел Бизнес у тебя возможно там как-то В крен пошел, потом выровнялся И вроде уже Хорошо У Иосифа Он у Патифара служил У него написано Бог был с ним У него все хорошо росло У него все его слушали У него все было в порядке Один момент Его оклеветали Он вообще не виноват Но он боялся Бога Боялся потерять эти отношения с ним Даже в очень стесненных обстоятельствах Очень стесненных обстоятельствах И это того стоит, правда? Это стоит того, чтобы нам знать лично Бога Выбирать его Еще одно местописание я хочу с вами поделиться Книга Малахии Третья глава Шестнадцатый стих Но боящиеся Бога Говорят друг другу Внимает Господь и слышит это И перед лицом Его Пишется памятная книга О боящихся Господа И чтущих имя Его Я бы хотел попасть в эту книгу Чтобы Бог, глядя на жизнь твою и мою Он записал твое и мое имя В эту книгу И здесь говорится, что Внимает Господь и слышит это И перед лицом Его пишется Памятная книга Боящихся Господа И чтущих имя Его Это удивительное время Когда мы с вами вместе Пытаемся увидеть Что есть страх человеческий С которым мы рождаемся И в то же самое время В противовес его Священное Писание говорит Что есть страх Божий Который приобретается Ежедневным выбором В нашей жизни Он не получается одномоментно В каждых маленьких ситуациях В долгосрочных проектах На твоей работе В твоей семье С твоими детьми С родителями Страх Божий Когда ты выбираешь Доверять Ему полностью Свою жизнь Когда ты доверяешь Полагаться на всех Абсолютно всех Ключевых Или не так важных Вещах в своей жизни Когда ты не боишься Хотя Достаточно Не то чтобы охота А очень интересно Когда ты боишься Заразиться ковидом Я с одной женщиной Недавно разговаривал И она сказала о том Что первая волна Вторая волна На третью говорит Я руки подняла Ну по всей видимости Просто заразилась Переболела Но в то же самое время Есть и Которые люди умирают Знаете Страшно По большому счету Не умереть А страшно Умереть без Бога Да конечно Охота жить Правда Я с мамой Со своей разговариваю И она говорит Я хочу жить Я говорю Мама Будем жить И возвещай дела Господни Но есть и ключевой момент Знаешь ли ты Бога Сегодня Доверяешь ли ты Свою Ему жизнь Это ключевой момент Я хотел бы Сказать Несколько пунктов Которые я Особенно выделил В конце И мы будем молиться Чтобы нам меньше бояться По-человечески Нам надо Больше любить Бога Знать Его Слышать Его И доверять Ему Каждый день Знать Его Слышать Его И доверять Ему Знаете Ничего нового Вроде не говоришь Личное отношение С Богом В тайной комнате Не пробеги Встань с утра Узнай Что Бог Что Бог думает О сегодняшнем днем Какие Он даст тебе Встречи Не бойся проповедовать И делиться Со своей верой Особенно говорю Потому что Столько страха В мире И нет надежды А Бог Наша надежда В страхе Божьем Есть выход Есть основание Твердое основание И оно Есть Слово Божье Мы верим В Иисуса Христа Что даже Когда мы Здесь На этой земле Окончатся наши дни То мы встретимся То нас ждет Вечность С Богом Второе Что я хотел бы Сказать Что человеческий страх Может быть побежден Только Страхом Божьим Никакими умозаключениями Никакими тренингами Психологическими Никакими Выкрикиваниями Или там Не знаю Еще какие-то Есть разные Знаете Способы Скажем так Не бояться Человеческий страх С которым Ты и я Мы встречаемся Мы рождены Может быть побежден Только Страхом Божьим И страх Божий Можно приобрести Только в пути С Господом Он складывается Из разных Мелких И крупных Ситуациях С Богом На основании Его Совершенной Любви В которой нет Страха Человеческого Иоанн В первом Своем послании В 4 главе В 18 стихе Говорит В любви Нет страха Совершенная любовь Изгоняет Всякий страх Всякий Человеческий страх Изгоняет Совершенная Его любовь Ты и я Мы знаем Об этом Я хотел бы Сегодня Сделать тебе Вызов Сказать тебе О том Что Сегодня Возможно Ты внутри Понимаешь Что Бог Побуждает Тебя Что-то Оставить И взять Какую-то Ответственность Оставить Какой-то Грех Двинуться С Ним Дальше В отношениях Больше Доверять И крепче Ему И набирать Страх Божий Который Побеждает Страх Человеческий Аминь Аминь Хотел бы Молиться Вместе С вами Сейчас Отец Наш Небесный Божий Я молюсь Тебе Отец Вместе С Церковью Твоей О том Чтобы Ты Помог Господи Помог Каждому Из нас Еще Больше Приблизиться Отец К Тебе Знать Тебя Доверять Тебе Господи Я молюсь О том Чтобы Ты Разрушал Всякий Страх Во имя Иисуса Христа Прямо сейчас Я повелеваю Тебе Дух Страха Человеческого Демонического Убирайся Вон Во имя Иисуса Христа Я прошу Тебя О том Чтобы Господи Ты Иисус Говоря с нами В наших Сердцах Ты Бог Просто Благодати Дал Господи Иисус Чтобы нам Желать Жаждать Отношения С Тобой Чтобы нам Набирать Выбирать Господи Отец Небесный Каждый день Каждый день Господи Твое Чтобы это делать Господи Нам знать Тебя надо Ближе Что Ты Думаешь Обо мне Что Ты Ожидаешь От меня На том месте Господи Где я работаю Где я живу В той семье Где я расту Господи Кто окружает Меня Бог Что Ты Хочешь От меня Чтобы я Иисус Сделал По Твоей Воле Отец Я молюсь Тебе Я прошу Тебя Господи О той Благодати Которую Ты Господи Изливаешь От престола Своего Дабы Нам Господи Иметь Эту Свободу И не быть Зависимыми От мнений Окружающих Нам быть Зависимыми От мнений Тебя Небесный Отец Чтобы нам Знать больше Господи Иисус Что Ты Хочешь На мою Жизнь Да Получит Свободу Каждый Кто Сейчас Слышит Свободу От страха Во имя Иисуса От всяких Фобий Во имя Иисуса Бог 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 Мой У Тебя Свобода Ты Истина И Когда Ты Сделаешь Кто Познает Истину Тот Познает Свободу Твою Господи Славлю Тебя Благодарю Тебя Прославляю Имя Твое И превозношу Во имя Иисуса Христа Редактор субтитров Корректор А.Кулакова